Мы хотим услышать мнение нашей науки, такой прикладной, практической, которая обучает будущих управленцев, экономистов, готовит для нашей республики, как вы, ваше мнение. Вообще, не только конкретно вот этот вопрос, все у нас чрезмерно политизировано. Чем больше волокитится вопрос, тем тяжелее решается, значит, оно тормозит развитие, оно мешает всему. Если у нас есть парламент, есть соответствующие структуры, не все вопросы подлежат всенародному обсуждению. Есть вопросы, которые подлежат всенародному, не все. У нас в России принято более 200 соглашений, если я не ошибаюсь, да? Если каждый вопрос, каждое соглашение мы так обсуждали, наверное, сегодня было принято не более 10 соглашений. Насколько это эффективно, насколько это помогает нашему развитию, насколько это нужно. Вот как бы ваше мнение тоже хотелось пизднать. Если все вопросы мы будем всенародно обсуждать, тогда нам парламент не нужен. Будем по каждому вопросу проводить референдум, и будем исходить из этого, наверное. Наверное, так. Поэтому, если мы доверяем парламенту, доверяем избранному правительству, ну, немножко тоже доверие должно быть и в других вопросах. Какие-то более серьезные, фундаментальные вопросы, это все понятно. Поэтому, если вы, исходя из нашей встречи, какое-то заключение ваше мнение скажете, и дальше мы пообщаемся. К нам подготовлена информационно-аналитическая справка. Мы сегодня представим эту информационно-аналитическую справку. Основные моменты, которые связаны с оценкой наших специалистов этого документа, для того, чтобы мы могли обменяться, так сказать, мнениями и окончательно определиться, как она будет выглядеть в конечном итоге, как будет выглядеть этот документ. Я думаю, что... Ну, я, конечно, могу, так сказать, ее озвучить, но все же я зоолог в коренной специальности. Лучше это пусть делают экономисты. Я постараюсь коротко остановиться на основных моментах и хочу подчеркнуть, что в результате проведенной работы мы все пришли к единому мнению о том, что все-таки инвестиции, ну, собственно говоря, как специалисты теоретики и практики, мы понимаем, что инвестиции – это двигатель развития экономики, и без них, ни без иностранных, ни без внутренних, невозможно экономическое развитие и вообще движение вперед. Поэтому рефреном нашей справки является то, что инвестиции необходимы. Что касается конкретного соглашения, которое было представлено нашему вниманию, мы внимательно изучили все основополагающие позиции этого соглашения и понимаем, что есть определенная необходимость в принятии этого соглашения в том или ином формате, то есть мы должны руководствоваться в своих действиях позициями, которые обозначены в этом соглашении. Мы понимаем, что Российская Федерация – это гарант нашей безопасности в рамках тех соглашений, которые подписаны, в рамках договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Она обеспечивает эту часть существования нашего государства. В том числе эти соглашения предусматривают формирование единого социально-экономического пространства. Сотрудничество в этом направлении предполагает в том числе и международное инвестиционное сотрудничество, поскольку мы не имеем доступа к другим источникам иностранных инвестиций, без которых, как нам представляется, невозможно движение дальше на данном этапе. Вариантом привлечения инвестиций является сотрудничество с Российской Федерацией. Практика нашего сотрудничества в части реализации комплексного плана содействия социально-экономическому развитию, дальше инвестиционной программы содействия развитию Республики Абхазия показала, что это надежный и достойный партнер, который не нуждается в моих оценках точно. Поэтому есть опыт, и это факт. И следующим этапом развития является привлечение не бюджетных источников финансирования нашего с вами развития, а привлечение средств иностранных юридических лиц. Поскольку мы не являемся, опять-таки, участниками международных конвенций, и субъект частично признанный с точки зрения международного права, возможно, я ошибаюсь и меня поправят, но данное соглашение решает в определенной степени проблему отсутствия необходимых для дальнейшего развития источников финансирования проектов на территории Республики Абхазия. Мы понимаем, что инвестирование – это один из элементов или инструментов влияния государства на экономический потенциал и воздействие на экономику, направленный на создание и поддержание стабильности развития производства и экспорта. Вместе с тем, нестабильность экономических и политических условий порождает изменение рыночных условий и настроение инвесторов. Поэтому рычагов защиты и способов защиты иностранных инвесторов и, в частности, в лице партнеров со стороны Российской Федерации у нас нет. И решать эти вопросы мы можем только в рамках двусторонних соглашений, потому что других процедур и механизмов пока не придумано в части субъекта экономики, коим является Республика Абхазия. Проект соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия аккумулирует с нашей точки зрения и систематизирует нормы законодательства Республики Абхазия с целью создания и поддержания благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия. Предусматривает механизмы реализации инвестиционных проектов, содержит механизмы защиты прав сторон. То есть мы отчетливо понимаем, что в те позиции, в те основные положения соглашения встроены механизмы защиты отечественных предпринимателей тоже. Потому что соответствующие пороги финансирования, правильно я понимаю, Кристина Константиновна, они предполагают реализацию, не ставят под сомнение инвестиционный потенциал отечественного бизнеса национальных предпринимателей. То есть в соответствии с законом об иностранных инвестициях отечественным предпринимателям предоставляется возможность, если они располагают такими ресурсами, реализовывать инвестиционные проекты и программы на территории Республики Абхазия. В данном конкретном случае, восстанавливая порог инвестиций, мы таким образом защищаем своего инвестора и ставим определенные фильтры на пути входа в экономику Абхазии, и, скажем так, недобросовестных инвесторов с непрозрачными источниками денежных средств и так далее. То есть, на мой взгляд, это так. Проект соглашения, с нашей точки зрения, представляет собой документ двустороннего сотрудничества, основанный на международных стандартов и сложившейся практике, и в целом не противоречит действующему законодательству Республики Абхазия. Реализация соглашения будет способствовать активизации процессов совершенствования законодательства нормативной правовой базы Республики Абхазия. В частности, в части актуализации вопросов антимонопольных, в перспективе встанут эти вопросы, и у людей эти вопросы возникают уже сейчас, в части антимонопольной политики, в целях создания добросовестной конкуренции и формирования здоровой конкурентной среды. Кроме того, в части реформирования национальной системы учета и аудита в соответствии со современными требованиями и стандартами, в части регулирования земельных отношений, в части регулирования процессов трудовой миграции, в части регулирования совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей создание и модернизацию финансовой инфраструктуры, Что касается этой части нашего заключения или нашей аналитической справки, если будет возможность, то коллеги детализируют эти позиции, возможно, если что-то непонятно, но в целом мы видим, что это соглашение повлечет за собой процессы, которые необходимо будет регулировать вот этими положениями. При реализации положений данного соглашения, несомненно, должны приниматься во внимание интересы национального бизнеса, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, без эффективного функционирования которого не может быть конкурентоспособного народного хозяйства. Малое и среднее предпринимательство играет важную роль и в социальной сфере, его развитие возможно при системной государственной поддержке на определенном этапе. То есть для нас очевидно, что помощь предпринимательству оказывается государством, реализуется ряд программ, в том числе Министерством экономики, Министерством сельского хозяйства, точечные, адресные, целевые программы поддержки предпринимательства. И на наш взгляд, помощь предпринимателям нужна на определенном этапе, то есть когда-то надо уходить уже от помощи, но поддержка, безусловно, необходима. Кому-то на начальном этапе, кому-то на этапе развития и трансформации бизнеса и так далее. Поэтому мы считаем, что поддержка малого бизнеса в рамках таких программ, она необходима национального бизнеса. То есть в развитии этого соглашения интересы национального бизнеса нужно отстаивать, принимать во внимание и поддерживать, продолжать поддерживать. Кроме того, коллеги рассматривали недавно проект закона Республики Абхазия о государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, который также предусматривает финансовую, имущественную, аналитическую, консультационную и прочие виды поддержки отечественному бизнесу, национальному, малому и среднему бизнесу. Поэтому в этом направлении определенная работа ведется, и мы считаем, она должна быть продолжена и, возможно, где-то интенсифицирована и так далее. Что касается реализации данного соглашения, то мы считаем, что реализация норм, предусмотренных данным соглашением, предполагает в том числе разработку новых и внесение поправок в действующую нормативную правовую базу. Мы понимаем, что из моего опыта участия в подготовке подобных документов, я понимаю, что вся эта работа предусмотрена и будет проводиться. Мы делаем рекомендацию, не можем не отметить, что это необходимо. При этом считаем необходимым уполномоченному органу и структурам, представляющим интересы абхазской стороны, исходить из специфики запросов и целесообразности реализации проектов на основе программ развития территории и регионов. Это очевидные вещи. И самое важное, с учетом особой экологической чувствительности нашего региона, то есть в Республике Абхазия, географического ареала, в котором она находится, при отборе инвестиционных предложений и при реализации проектов и программ в рамках этого соглашения принимать во внимание очень серьезно критерии экологической безопасности и социальной ответственности. Текст соглашения уже существует, соглашение есть. Мы его, естественно, посмотрели на предмет, соответствует оно законодательству или нет. Однозначно, да, соответствует действующему законодательству. Само соглашение является базовым и рамочным, и в нем содержатся нормы, которые требуют дальнейшего развития. Вот в этой связи для нас, конечно, остается открытый вопрос в части развивающих норм. То есть если об угрозах каких-то, о чем-то мы говорим, только в этой части и больше, да, да, своевременное принятие, насколько они будут соответствовать нашим интересам, не будут соответствовать, да, вот только в этих вопросах. И мы, естественно, к этим вопросам готовы подключиться, потому что это наши вопросы, это вопросы налоговых вычетов, это вопросы, опять-таки, филиалов, которые, да, меня волнуют, ну потому что это как бы сфера моей деятельности, сфера моих профессиональных интересов. Форма реестра и порядок ведения, преференции отдельно, которые дают возможность это соглашение реализовать, они тоже требуют какого, ну, определенного порядка. На мой взгляд, вот, как, наверное, весь круг, да, вопросов, которые... Кристина Константиновна, отдельное спасибо, потому что вы нам разъяснили очень много по этому соглашению, вопросы были у нас, да, безусловно, многие вопросы были сняты. Если подходить к этому соглашению с практической точки зрения, то я здесь вижу такой, знаете, определенный плюс. Это соглашение подталкивает нас, не просто вот мы пришли к обсуждению, да, и мы видим, какой пласт проблем поднимается при, вроде бы, небольшое соглашение, но оно охватывает очень многие сферы нашей жизни. Это и касательно учета, и законодательства в сфере антимонопольной политики. Я сейчас вспоминаю, у нас был круглый стол, и там присутствовал ныне покойный Заур Иванович, это года четыре назад, когда мы уже тогда поднимали вопрос антимонопольного законодательства. Мы, знаете, как наша экономика, к сожалению, наше развитие, мы отстаем от современных реалий, которые складываются в мире, и поэтому, отставая, мы догоняем то, что, в принципе, мы давно должны были уже сделать. И, на мой взгляд, вот даже обсуждение этого соглашения нас подтолкнуло к обсуждению, знаете, целого круга вопросов, связанных, вот мы с Марией Георгиевной обсуждали вопросы учета. Ведь это очень важно, мы за 30 лет не смогли построить свою национальную систему учета. У нас до сих пор нет внутреннего обязательного аудита, у нас нет аудиторских компаний. Мы понимаем, что привлекая крупный бизнес и осуществляя крупные проекты, мы не сможем обойтись без… или мы должны принять международные стандарты учета, которые, на мой взгляд, они не очень ложатся на нашу практику, на нашу действительность. Мы должны перенять учет другой страны или, в конце концов, разработать свою национальную систему учета, которая будет отвечать современным требованиям. Сегодня ни одна уважающая себя компания не работает без проведения даже внутреннего аудита. И если мы надеемся привлечь такие инвестиции, и я думаю, что мы их привлечем, надеюсь на то, что мы их привлечем, то здесь и без аудита не обойдется. Нам нужно готовить своих специалистов. В заключение хочу сказать, я вижу определенные плюсы, которые… и проблемы, которые поднимает это соглашение, над которыми мы должны в дальнейшем еще нам работать и работать. Единственное, я хотел бы повторить, потому что надо все-таки 5 проектов нам сами предлагать. То есть те направления, куда мы должны получать инвестиции. То есть не приходил инвестор и говорил, я хочу там построить что-то, а мы сами. Особенно это касается таких регионов, как Ачимчирский район, Кварчайский район, потому что там есть промышленные объекты, которые, может быть, заинтересуют, и им годный режим, который есть, он даст возможность эти объекты… Я не говорю сейчас заводы восстановить, а гонавты «Заря», но тем не менее. 30 лет, конечно, мы медленно развиваемся. Я думаю, что данная стратегия даст толчок. И мы внутри будем думать, что делать. И наши предприниматели будут, я думаю, активно работать. И нам придется работать за сущие рукава, потому что есть над чем работать. И нам идти на правую базу нужно подстраивать, и защищать интересы своих предпринимателей, и учиться, как говорится, и нам учиться, и молодое поколение обучать. Так что я думаю, что нужно с точки замерзания как-то сдвинуться. 30 лет – это уже когда для взрослого человека он должен идти в большой мир, уже быть самостоятельным, зрелым человеком. И нашему государству 30 лет. Наверное, настал тот период, когда нужно принимать такие серьезные решения, ответственные решения, и не бояться. Таупи Дудзе, большую работу сделали. Спасибо вам.